По посадочной полосе едет Ту-22М3, бомбардировщик дальней авиации. Он вернулся с тренировочного полета, задача в котором – выйти на цель и сбросить бомбу. Цели могут быть громадные, допустим, постановка аэродрома взлета, допустим, на взлете два самолета, макеты. Либо какие-либо объекты большие. То есть у нас, допустим, есть непосредственные круги диаметром до 100 метров. Александр – помощник командира корабля. В авиадарте участвует второй раз. Первый был в резервном экипаже. Сейчас прошел отборочный и затем всероссийские этапы. Последний, кстати, проходил в Крыму. Теперь Александр готовится к этапу международному. Всего экипажи три, один из которых находится в резерве, а остальные два – на передовой. Общий результат складывается из нескольких составляющих. Получается физкультура, заем и фактическое бомбоментание с выполнением посадки на точность, мягкое передумление. Экипаж, в котором состоит Иван, по его словам, держит лидерскую позицию. Притом сразу в нескольких показателей, как в летных, так и в физических. На авиадарте испытания будут не только в воздухе, но и на земле. Вот и у экипажей день расписан. Полет, физо, подготовка идет полным ходом. Это значит победить. Обойти основных конкурентов по дальней авиации и китайцев, наших основных соперников. Они будут основными конкурентами, а даже более весомыми, чем второй экипаж, который за нами идет. Пока на аэродроме в Дягилево находится техника дальней, армейской и оперативно-тактической авиации. Это Ту-22М3, Су-22, Су-30, Су-34 и Су-35. И вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ, К-52 и Ми-28. Техника будет прибывать. Всего в Виадарте 2019 примут участие больше тысячи человек, включая пилотов и инженеров из четырех стран мира. Казахстан, Беларусь, Китай и Россия. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Казахстан.